Металлурги, нефтяники, энергетики, транспортники. Трудовые сборные прошли под родными флагами на параде открытий. В команде Белгородской области все как на подбор. Лучшие из лучших. Сильнейшие пловцы, теннисисты, волейболисты, футболисты, легкоатлеты, баскетболисты, гирвики, лебединского ГОКа и ОМК. Дмитрий Кривошеев с 14 лет воспитывал в себе богатырям. На всероссийской спартакиаде решил проверить свои возможности в двоеборе. И пусть результат 114 толчков на турнире не первый, для него это большое достижение. Я занимаюсь длинным циклом, а тут в двоеборе мой рекорд. Я 100 когда-то толкал лет 9 назад. Достойный результат показали пловцы. В итоговой таблице сборная заняла четвертое место. В личном зачете на дистанции 50 метров Татьяна Ольховикова взяла серебро. Уровень очень высокий. На самом деле это все спортсмены. Видно, что все занимались, тренировались, занимались профессионально. Но просто сейчас работают и совмещают работу и плавают для себя. Легкоатлетический марафон тоже принес медаль нашей команде. В забеге на 60 метров инструктор по спорту ОМК Юлия Коршакова не оставила шансов конкуренткам. Для нее это самая долгожданная победа. В Пензе я была четвертая, в Чебоксарах я была четвертая. И как бы уже я ехала, чтобы прервать эту роковую цепочку четвертых мест. Наконец-то я выиграла, но я готовилась все лето. Я довольна результатом. В соревнованиях для спортивных семей за «Металлоинвест» выступили династии Винокуровых с ОМК и Павленко с Лебединского ГОКа. Они бежали легкоатлетическую эстафету на 400 метров, состязались за теннисными столами. Дуэт семей «Металлоинвест» занял 11-ю строчку. По итогам трех состязательных дней Белгородская область оказалась на седьмом общекомандном месте. Лучшей трудовой сборной страны стала команда Краснодарского края. Серебро увезли в Пензенскую область. Ямал-Ненинский автономный округ завоевал бронзу.